Музыка 16 января в одном из залов Буйского краеведческого музея имени Тамары Васильевны Ольховик состоялось открытие выставки работ преподавателя детской художественной школы имени Николая Петровича Якушева Виктории Голуновой. Мероприятие открыло выступление учащейся детской музыкальной школы Варвары Громовой, преподаватель Галина Бочарникова. Выставка называется «Прекрасное рядом». Рисунки талантливой художницы – подтверждение этому названию. Представленные работы, а это пейзажи и натюрморты, написаны акварелью и гуашью. Педагог большую часть времени проводит с детьми в классе, через открытое окно которого виден уголок природы. Настоящего художника может многое вдохновить, потому что он умеет видеть красоту во всем, в пробуждающейся или, наоборот, увядающей природе. В суете городской жизни. И не только видеть, но и запечатлеть на холсте. Несколько работ написано именно у классного окна. Есть те, что созданы на пленэре, куда педагог выходила вместе со своими учениками, чтобы и самой попробовать свои силы в рисовании. Каждая работа имеет свою цветовую гамму. Каждое свое определенное настроение. И когда я смотрю на эти работы, конечно же, я вспоминаю события, которые происходили в моей жизни в то время, когда я писала пейзаж или натюрморт. То есть это моя жизнь, мое мироощущение. И вот оно, прекрасное рядом. Конечно же, здесь представлена природа, удивительная природа, которая дарит нам неповторимые моменты, впечатления, самые разнообразные. Свои рассветы и закаты дарит нам природа, радуги и грозы. И у каждого времени года своя прелесть. Самое главное, что нужно увидеть эту красоту в обычном, повседневном, не пройти мимо и попытаться отобразить композиции. Поэтому я и стараюсь учить своих учеников. Мы всегда говорим, что главное не просто смотреть, а нужно увидеть. Даже если ты торопишься, какое-то у тебя, может быть, не очень хорошее настроение или погода за окном не совсем радует, нужно увидеть в обычном, красивое. Вот оно, рядом с нами, открывается. Еще я хотела бы сказать о том, что когда ты работаешь, Даша, а вы все творческие люди присутствуете, потому что много детей, педагоги, коллеги, знают, что во время процесса создания работы, да, ты просто погружаешься в творчество. И результат — это уже последствия, да, последуют. Если ты прилагаешь усилия, трудишься. Мы говорим всегда, не нужно ждать вдохновения. Вот результат — это уже данность, да, сама работа по факту. Вот об этом мы говорим. И недавно мы на занятиях со старшеклассниками слушали произведения прекрасной исполнительницы Светланы Копыловой. Помните притчи, баллады? И одна из песен называлась «Кисточка в Божьих руках». Вот нужно не забывать, что любой творческий человек, музыкант, художник, который прикасается к холсту или к музыкальному инструменту, то он в первую очередь просто проводник между творцом-создателем и зрителем. Мы стараемся, чтобы зритель увидел нашими глазами, да, вот этот замечательный наш мир. То, что я в своих работах стараюсь передать. Смешение красок, слияние мыслей и чувств, желаний и образов, линий, цветов и оттенков. Я в этом гнорине рукой к холсту прикоснусь. Я что-то пойму и отважусь на это творение. Оно предо мной уже были в душе проросло. Оно не дает мне вернуться к былым прегрешениям. Болит, обжигает, волнует, тревожит и ждет, когда, наконец, получу я от Бога прощение. Творец улыбнулся и взглядом меня обласкал, оставив немного огня от былого горения и на холсте моей кистью нарисовал мною забытый сюжет из грядущего. Такое, я считаю, прекрасное творение о творчестве. Что мы проводники, и не нужно гордиться, как мы детям говорим, как часто выполним работу и радуемся. Это замечательно. И говорим, какая у меня хорошая картина. У нас, конечно, еще не картины. И это у меня, я хочу подчеркнуть, не картины. Я не художник, а просто педагог художественной школы, который в свободное время, когда оно позволяет, стараюсь написать, заметить что-то хорошее и порадоваться этому. И еще мне хотелось бы отметить, что в основном все работы этюдного плана, это не картины, еще раз я подчеркну, тем более материалы, которые я использую, это гуашь, акварель, такие податливые материалы, они как раз этюдного плана. Потому что гуашь, как вы знаете, это переходный материал между акварелью и маслом. Экспозиция насчитывает около ста работ. Они написаны в разные годы, некоторые 20 лет назад, еще во время учебы. Многие уже подарены, а те, что хранятся в художественной школе, экспонированы сейчас в музее. Спроси у автора о каждой из них, и она расскажет, как и когда создавался тот или иной рисунок. Виктория Владимировна помнит, что ее впечатлило, вдохновило так, чтобы передать свое восхищение белому листу бумаги и краскам. Несмотря на то, что экспозиция заявлена как выставка живописи, в ней есть и графические работы. На открытии выставки присутствовали ученики Виктории Голуновой, учащиеся детской художественной школы, студенты отделения декоративно-прикладного искусства Буйского областного колледжа искусств, преподаватели. С искренней благодарностью и теплотой вспоминает Виктория Владимировна своих педагогов Леонида Ивановича Гордеева и Николая Петровича Якушева. Я всегда с любовью, с теплотой вспоминаю этих художников, педагогов, замечательных людей, потому что то, что я умею и знаю, это благодаря им все советы, пожелания, наставления во время учебы. Когда я еще была маленькой девочкой в художественной школе, занималась у Леонида Ивановича, и затем уже в дальнейшем, когда я занималась в училище у Николая Петровича по рисунку и у Леонида Ивановича по живописи, я все эти ценные советы берегу в душе, и даже иногда вспоминаю, говорю теми же словами, какие они произносили во время учебы. И Николай Петрович все известные наставления, что от общего к частному работаем, от частного к общему, все этапы работы, и я то же самое передаю своим ученикам. То есть вот эта связь прослеживается, я всегда об этом помню. И, конечно, эта выставка состоялась благодаря многим людям, при их поддержке. Я хочу сказать слова признательности и благодарности Ларисе Владимировне Кучанской, директору нашей детской художественной школы, своему руководителю непосредственно. Спасибо большое за поддержку, понимание. Знаю, что всегда приду за советом и помощью получу их, услышу те слова, которые мне нужны в определенное время. Это тоже хороший толчок. Я считаю, что вы меня сподвигли на эту выставку, говорили о том, что есть такие работы, что можно выставить. Эта выставка для меня значима, потому что она достаточно большая, хотя у нас такое помещение уютное, камерное, да, все по-домашнему. До этого работы выставлялись в пенсионном фонде совсем недавно, в социальном центре. Это также помогала Лариса Владимировна организовать выставку, направляла. И приятно было слышать, именно при встрече даже малознакомых людей, что им радостно было увидеть работу, или они какие-то ассоциации в своей жизни, может быть, провели параллели, да, что-то вспомнили, увидев, да, композицию Ленатюрмор. Это ценность. В работах нарисован не только буй, но и с детства любимая педагогом чухлама, где живут родственники и где много раз приходилось бывать. «Святая земля», где Виктория Владимировна побывала вместе со своей ученицей Дарьей Надеждиной. Поездкой они были награждены за победу в областном фестивале-конкурсе «Вифлеемская звезда». Есть и работа, посвященная любимому литературному произведению, одноименная с ним «Мастер и Маргарита» и «Море цветов». «Виктория Владимировна, разрешите от нашего коллектива, это педагоги, наши все работники, наши дети, поздравить вас с воспрятием вашей персональной выставки». «Спасибо». «Виктория Владимировна работает очень много. И у нее еще есть работа, еще на второй зал. Мы видим прекрасную женщину красивую. Мы знаем Викторию Владимировну как прекрасного педагога, которого любят и маленькие детки, и взрослые. И те, многие выпускники приобрели профессию благодаря Виктории Владимировне, которые не забывают и очень часто ее посещают. Но здесь еще вы открыли свой действительно внутренний мир. Виктория Владимировна Марсин, живописи, гуаши. Виктория Владимировна Малагин, она сохранила все свои работы, этюдики, потому что это действительно как календарь наших эмоций, наших впечатлений, нашей жизни. Настолько богатый мир у Виктории Владимировны, и все это она изображает, и нас радует. И очень ценно, когда педагог творчески работает. Можно быть прекрасным рисовальщиком, можно знать всю методику рисования, живописи, композиции, скульптуры. Но когда ты сам, вот вы говорите, вы часто сказали, «Я писала вместе с детьми». Это что значит? Иногда позволяется педагогу сеять и, конечно, проверить работу, вмешаться в работу ученика, иначе не научишь. А иногда наступает такой момент, когда педагог ставит постановку и пишет вместе с детьми. И дети видят. Тут можно очень многому научиться, ребенку. Во-первых, он видит, как рождается та же постановка. Хочется оправдать кредит доверия, где я нарушу слова. Уже планка повышается больше, выполнять работу. Но я хотела бы еще как раз сказать о том, кто мне помогал во время создания этой выставки. Ларису Владимировну я уже поблагодарила. Я хочу сказать большое спасибо Александру Васильевичу Вихареву. Его вот сейчас с нами нет. Это наш прекрасный работник, незаменимый помощник. Потому что Александр Васильевич буквально на своих руках все эти работы переносил из школы, все мольберты устанавливал. Всегда безотказно, сразу же откликается на любую просьбу. Ему я говорю большое спасибо за отзывчивость. И, конечно же, вот сейчас присутствуют здесь работники музея Наталья Игоревна и София Николаевна. Они помогали формировать эту выставку. Мы работали в ВКонтакте, потому что выставка уже функционировала с декабря месяца. И они очень ответственно, как люди профессиональные, отнеслись к своей работе. Подготовили все, помогали, советовали со мной, как лучше распределить. Большое им спасибо за поддержку. Не зря говорят, что истинные шедевры могут выйти из-под кисти только настоящего художника. Виктория Голунова талантлива в том деле, которым занимается. Гармонично в облике, утонченная в манерах, интеллектуально в речи. Когда человек творит, он развивается, не стоит на месте, достигает новых высот. Постоянное совершенствование своего мастерства в написании новых картин – это и выплеск эмоций, и соответствие времени. Педагог интересен ученикам как творящий мастер. Именно как о таком педагоге и говорили на открытии выставки о Виктории Голуновой. Я вспомнила миф о разрушенной Вивилонской башне, когда люди перестали понимать друг друга, когда языки смешались. Я подумала о том, что живопись – это тот язык, который понимают все. И вам большое спасибо, что вы этому языку учите маленьких детей. Большое вам спасибо. Хороший педагог. На протяжении семи лет он нас учит, воспитывает. Мы научились ее понимать. Всячески пытаемся ей помогать по возможности, радовать ее своими успехами. Ну и она делится с нами. В течение времени все равно с нами садилась, писала. Она с восьми лет обучает меня. И все заслуги художественные, все благодаря ей. И она научила меня воспринимать мир так, как я сейчас его вижу. То есть примерно схожи. И мне очень нравится ее восприятие, мировоззрение. И поэтому выставка мне очень понравилась в целом. И все ее целостность очень привлекает зрителей. Какие у вас впечатления от этой выставки? Во-первых, самое позитивное, самое доброе. Поскольку лично знаю человека, Викторию Владимировну, как очень позитивного, доброго, отзывчивого коллегу. Общаемся буквально каждый день. Поэтому выставка, конечно же, очень замечательная. Действительно, как сказала Лариса Владимировна, повторяет натуру Виктории Владимировны. Поскольку действительно нежность чувствуется в каждой работе. Любовь к природе мы здесь замечаем. И, конечно же, любовь ко всему живому, что есть и окружает нас. Одним словом, вдохновение. То есть хочется уже, смотря на все это богатство, творить, писать, работать. И прямо бесконечно. Прямо сейчас пойти, поставить что-то и уже писать. Действительно, вдохновение. Просто молодец, я говорю. Это действительно наш буйский художник. С высокой буквы, которого можно смотреть, смотреть, смотреть. Потому что, правильно сказала она, каждая работа – это мир ее души. Каждая работа – это какая-то дата, которая рассказывает нам о чем-то. Даже те работы, которые 10 лет назад выполнены, те работы, которые буквально вчера сошли с Мольберта. То есть очень замечательно, уникально и интересно. Вообще желаю всем жителям города побывать на этой выставке. Скажите, а вообще трудно решиться? Очень, очень. Я вас уверяю, очень трудно решиться. То есть даже когда есть какой-то багаж, ты вечно к себе придираешься и боишься, на самом деле. А тот человек все-таки отважился, да, и забегая вперед, я, конечно, очень рада, что это все к ее будущему юбилею, все это, ну, как бы, организовано. И надеемся, конечно, видеть, как можно больше и чаще ее работы. Замечательная выставка нашей коллеги Виктории Владимировны. Огромное счастье побывать на этой выставке, на открытии ее. Действительно, как она говорила, каждая работа, я вот понимаю ее, потому что тоже немножко пишу, рисую иногда, да, но, значит, каждая работа – это момент жизни, который запечатлевается в твоей душе, остается надолго. И действительно, это огромная, хорошая память. И просто хочется пожелать человеку дальнейших творческих успехов и продолжения. Хочется, чтобы все у нее получилось и дальше. Виктория Владимировна в этом плане молодец. Да, она все-таки не побоялась. И такой огромный свой творческий опыт она выставила, представила зрителям. И я думаю, что это будет хороший учебный материал для наших учеников и для нас, педагогов. Хотелось, чтобы выставка продолжила работу в выставочном зале детской художественной школы имени Николая Петровича Якушева. Еще и потому, что выставочный зал входит в состав образовательного туристического маршрута. И в рамках туристических посещений наш город посещает организованную группу детей. Конечно, в первую очередь это Буйский район. Но приезжают гости из соседних районов. И нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы эту выставку обязательно увидели не только боевляне, но и гости города Буя. В первую очередь, конечно же, дети. Потому что это действительно прекрасная выставка. Очень талантливые работы, которые позволяют каждому увидеть красоту окружающего нас мира. И в первую очередь, конечно же, нашего родного города, его Буйского района, соседних районов. То есть красоту нашей Костромской земли и нашего родного города. У нас в детской художественной школе имени Николая Петровича Якушева трудится замечательный, очень талантливый, очень трудоспособный и очень инициативный коллектив. И помимо того, что все педагоги очень талантливые, очень много вкладывают в своих воспитанников, это люди, которые очень неравнодушно откликаются на многие просьбы, очень много инициируют сами. И им нужно сказать отдельное спасибо за ту просветительскую деятельность, которую они ведут по отношению не только к детям, но и вообще к жителям города Буя. Мы видим, что художественная школа – это постоянный центр различных акций. Это и Ночь искусств, это и Ночь музеев никогда не проходит мимо них. В этом году прошло замечательное мероприятие, посвященное открытию Года театра. Бесконечно можно перечислять все мастер-классы, и всегда это именно очень хорошо тематически связано с их основной деятельностью. Нельзя забывать проект «Православная инициатива», который достаточно масштабный, активный этап завершился буквально перед Новым годом. То есть огромное спасибо им за то, что они ведут такую активную просветительскую деятельность. И, конечно же, Виктория Владимировна, она тоже очень талантливый педагог, который очень много вкладывает в своих воспитанников, очень много уделяет внимания и внеурочной деятельности. Она автор летних творческих смен для учащихся детской художественной школы, очень много тоже провела сама лично разных просветительских мероприятий. И это всегда подготовка на очень хорошем уровне, потому что Виктория Владимировна, она, помимо того, что очень грамотный, талантливый педагог, она и вообще, в принципе, очень образованный человек, который постоянно свой уровень повышает. И сегодня ей отдельное спасибо за то, что была организована эта выставка, за то, что мы, уявляне, можем видеть ее работы, которые действительно нас заставляют еще раз задуматься о том, как прекрасна окружающая нас земля, как прекрасен окружающий мир. И, видимо, это через призму именно ее таланта, ее восприятие, ее любование этим миром. Поэтому я думаю, что обязательно буявлянам стоит посетить эту выставку и действительно напитаться этими прекрасными впечатлениями, эмоциями, которые дарят работы Виктории Владимировны. Все желающие жители и гости города могут посетить выставку живописи Виктории Голуновой в Буйском краеведческом музее имени Тамары Васильевны Ольховик. Редактор субтитров А.Семкин